В первом квартале этого года внешнеторговые предприятия Хайлунзиана постоянно наращивают технологические исследования и разработки, стремятся к расширению присутствия на зарубежных рынках. Благодаря плодотворной политике объем импорта и экспорта внешней торговли значительно увеличился. На выезде из автомобильного пункта пропуска операционный менеджер экспорта импортной торговой компании Фэн Тай Сун Джай Фу выполняет таможенные формальности для 20 машин. Весь процесс таможенного оформления, начиная с выпуска товара, декларации о состоянии здоровья и заканчивая вызовом товара, занимает менее 10 минут. Сейчас на таможне полным ходом идет активный о работе процесс, что очень удобно для нашей компании. Количество экспортных машин значительно увеличилось. В первом квартале мы экспортировали около 400 машин. Доможные ХИХ продолжают внедрять инновационные услуги под надзор, чтобы согномить время и затраты приприятий на доможные оформления. В то же время, опирающие на преимущество недавно введенного в эксплуатацию автомобильного пункта пропуска ХИХ, здесь постепенно сформировали модели взаимодействия района и борта для расширения новых вписанных форматов, такие как беспошлиная логистика и транскричная электронная торговля. В первом квартале общий объем экспортной торговли ХИХ с составом 1,8 млрд юан, увеличившись на 967,9%. В Харвинском компании новых источников энергии Кунь-Ю, рабочие заняты производством листьевых батарей для потребителей из Юго-Восточной Азии. В первые три месяца этого года правительство сократило срок возврата экспортного налога при экспорте с первоначальника 15 дней до 3 дней, чтобы ускорить оборот капитала предприятия. Правильная политика и качество продуктов помогли предприятиям вывести экспорт на новый уровень. Общий объем достиг 230 млн юан, увеличившись поручим в 50 раз по сравнению с энергичным периодом прошлого года. В разработку новых технологий и новых продуктов было вложено много средств, рабочей силы, материальных и финансовых ресурсов. В то же время система управления аккумуляторами и основной компонент наших продуктов была легализована, чтобы избавиться от зависимости от европейских и американских продуктов, и соответственно снизить себестоимость наших продуктов. С этого года Сизигар, Мтанзен, Татин и другие города выдвинули дроважные предприятия, ориентированные на экспорт политику одного предприятия и одна политика, чтобы помочь решить практические трудности и постоянно выявлять точки роста внешней торговли. В то же время неукручно расширяется развитие новых торговых форматов и моделей, таких как проданные зоны обработки экспорта, демонстрационные зоны экспортно-импортной торговли и компрессно-билотные зоны транскраничной электронной торговли. В первом квартале общий объем импорта и экспорта внешней торговли провинции в составе около 72 млн юаней, увеличившись на 30% в годовом исчезрении, а тамбы роста оказались на 24,8% больше, чем в среднем по стране, заняв 9 место в стране.